Всем добрый день! Я с радостью приветствую вас в моем новом видео. Сегодня будет обзор моих покупок с интернет-магазина Валберес. Я сама очень люблю смотреть обзоры у других блогеров, ну, потому что страницы Валбереса и Озона, ну, проштудировать просто невозможно. Поэтому такие обзоры очень помогают. Во-первых, что-то найти, увидеть вообще новое. Ну, а во-вторых, эту вещь посмотреть более предметно, более объемно. А если это какая-то одежда или обувь, так вообще увидеть, как она сидит на человеке. Поэтому я тоже снимаю обзоры для вас всех своих покупок. Я надеюсь, вам понравится сегодняшнее видео. Вы досмотрите его до конца. Товары у меня очень интересные из разных категорий. Одежда, обувь. А также уже покупаю подарки к Новому году для своих родственников, друзей. Так что, возможно, что-то интересное почерпнете и вы для себя. Приглашаю к просмотру. Первая покупка в сегодняшнем обзоре – это коньки. Они пришли в пакете с зип-застежкой и вот в таком чехле. Коньки раздвижные. Продавец предлагает несколько вариантов по расцветке и несколько вариантов по размерам. Мы взяли 39-42. То есть, они раздвигаются с помощью пуш-кнопки на целых 2 см. То есть, на полноценных 4 размера. Что касается цвета, мы выбрали в черно-белой расцветке. Ну, дочь наша уже подросток. Ей понравилась эта расцветка. А вообще, там есть яркие расцветки для девчонок и мальчишек помладше. Коньки пришли в отличном состоянии. Никаких дефектов, ржавчины или еще чего-нибудь нет. Лезвие выполнено из высококачественной нержавеющей стали и имеет уже фабричную заточку. То есть, не нужно дополнительно их затачивать. Элементы из пластика добротные. Меняется размер очень просто. Нажимаем на кнопку и вытягиваем вперед носок конька. Вот сейчас видно, что один конек одного размера, а второй в разложенном виде он намного большего размера. Фиксируется конек на ноге трехуровневой системой. Здесь сначала шнурок, затем на липучке крепление и пластиковая клипса. То есть, можно отрегулировать под свою ногу. Ну, в общем, коньки нам очень понравились. Планируем использовать их вдвоем. И моя дочь, и я. Потому что я тоже любитель покататься на коньках. У нас в городе есть Ледовый дворец. А также мы, хоть и изредка, но ездим на зимние пикники. Когда устанавливается уже хороший, уверенный лед, мы катаемся по озеру. Если вам тоже нужны коньки, а впереди еще и новогодние праздники, это может стать отличным подарком для своего ребенка, для внуков, для крестников. Присмотритесь к этому варианту. Мы купили и довольны. Ссылка на них под видео в описании. Сегодня в обзоре у меня еще две пары обуви от моего уже любимого бренда Beauty Today. Обувь всегда приходит в очень качественной, симпатичной коробке с красной внутренней частью. Каждый сапог в отдельном чехле. Чехлы мягкие, очень приятные, тактильные. И, конечно же, они защищают от трения. Вся обувь от Beauty Today, которую я заказывала, всегда приходит в идеальном состоянии. Ну, а это пара зимней уги. Заказала для дочери. Супер комфортная обувь. Удобная, мягкая, теплая. Они выполнены из полностью натуральных материалов. Вверх натуральная замша, внутри натуральная шерсть. Подошва из натуральной резины. Снимаю видео, когда дочь в школе, поэтому примеряю на себе. Это невероятно удобные, мягкие, комфортные сапожки на каждый день. Еще хочу отметить, что у сапожек очень широкое голенище, которое можно регулировать по своей полноте ноги. Цвет называется абрикосовый, но это очень красивый оттенок коричневого или бежевого цвета. И еще одна пара обуви от Beauty Today. Это тоже уги. Но модель выглядит абсолютно по-другому. За счет вставки из искусственного меха. В составе натуральная замша и искусственный мех. Подошва из высококачественной резины. Также вы видите, что есть шнуровка. Конечно же, она выполняет и декоративную функцию. Ну а также можно регулировать ширину обуви. Эти сапожки для меня. И они, мне кажется, прекрасно сочетаются в том числе с моей шубкой. А вообще такие сапожки могут подойти под многие образы, под разную верхнюю одежду. Выглядят они очень модно, современно, стильно. Ну а насколько они уютные и удобные, просто нет слов. Могу сравнить, знаете, в хорошем смысле слова. Ты чувствуешь себя как в супер уютных мягких комнатных тапочках. У Beauty Today огромная линейка разнообразной зимней обуви. Проходите по моим ссылкам, которые я оставлю под видео в описании. Знакомьтесь и заказывайте. Вы будете точно довольны. Дальше. Взяла набор женского белья. В этом наборе 5 трусиков. Это бюджетное, очень удобное, просто невесомое и вообще неощущаемое на теле белье на каждый день. Если разделить общую стоимость на 5, то получится, что одни трусы стоят в районе 100 рублей. Я уже брала точно такой же набор, только меньшего размера для дочери. Еще, когда мы готовились к школе в августе, на сегодняшний день они хорошо выглядят, хотя перенесли уже много стирок. Трусики хорошо тянутся, швы ровные, приятная хлопковая ластовница. Мягкая резинка, она вообще не давит. В составе 95% хлопка. Ну, в общем, очень мягкие, легкие, ткань в рубчик. Размерный ряд большой, от 42-го аж до 52-го. В наборе 5 ярких, насыщенных цветов. Бордовый, темно-синий, фиолетовый, сиреневый и черный. Также там у продавца есть другие варианты расцветок. Можно подобрать на любой вкус. В общем, комфортные, бюджетные трусики на каждый день. Присмотритесь, тем более сейчас начинаются новогодние распродажи. Можно купить хорошие трусики по привлекательной цене. Ссылка под видео в описании. Следующая очень интересная, красивая покупка. Долгожданная моя покупка. Я все никак не могла, как-то то выбрать не могла, то решиться ее купить. И это шкатулка для украшений. Шкатулка от бренда YouKidMarket. Она достаточно большая и вместительная. То, что мне нужно. Снаружи она выполнена из достаточно качественной эко-кожи. Я выбрала вот в таком бирюзовом цвете. Ну, потому что хорошо подходит по цветам, под мой интерьер в спальне. У меня достаточно много бижутерии. И она у меня сейчас хранится. Ну, а бы как. Хочу красиво, удобно организовать хранение украшений. Здесь в нижнем отделении два яруса. Один из которых можно вот так вот достать. Ну, и, конечно же, помещается сюда все на свете. Браслеты, ожерелья, кольца, сережки, подвески. Есть и большие отделения для таких, например, крупных браслетов. И, наоборот, малюсенькие для мелких украшений. Ну, посмотрите, как здорово у меня получилось разместить все свои украшения. Внутри шкатулка выполнена из такого мягкого, приятного материала. Украшения не будут царапаться. Ну, в общем, я очень довольна, что наконец-то купила шкатулку для украшений и организовала их хранение. Красивая и удобная шкатулка. Ссылка под видео в описании. Я совсем недавно завершила генеральную уборку в доме. И мне захотелось добавить ароматов. Заказала вот этот на пробу один от LM Home. Здесь аромат Green Mango. Девочки, это просто невероятный аромат. Дорогой, вкусный, тонкий, в то же время легкий. В общем, мне он настолько понравился. Я решила, что мне нужен еще как минимум один. И впереди новогодние праздники. Самым моим близким, любимым девочкам хочу тоже подарить такие диффузоры. В общем, в итоге заказала еще три. Приходят они упакованные отлично в крафтовую коробку. Затем в пупырку, чтобы ничего не повредилось. Еще в один пакет. И посмотрите, какой тубус. На подарок взяла такие ароматы. Это табак и бергамот. И второй аромат. Бергамот, нироли и апельсин. Я думаю, что это будут потрясающие ароматы. Ну, а для себя, для своего дома еще взяла мой любимейший наркотик. Ну, это такой же аромат, как и у парфюма наркотик. Флер наркотик. В общем, я невероятно довольна этой находкой. Очень красивый, очень качественный диффузор для дома. В комплекте идет целых семь фибровых палочек. В каждом тубусе в подарок идет маленький пробник с другим ароматом. Это тоже очень приятно. Можно заранее, не покупая еще, понять, какой аромат мы получим при заказе этого диффузора. Объем флакона 100 мл. То есть, хватит надолго. Производитель заявляет, что хватит на полгода. Сам флакон выполнен из добротного, толстого, качественного стекла матового с оттенком. В общем, выглядит все дорого, красиво, эстетично. Ну, а ароматы просто невероятные. В составе ароматов премиальные парфюмерные масла. Например, у меня флер наркотик. А также в линейке еще много ароматов по мотивам премиальных ароматов. Например, табак ваниль по мотивам Tom Ford и многие другие. Запах распространился буквально за несколько часов. И в комнате теперь очень приятно пахнет. Главное, при использовании нужно помнить, что необходимо движение воздуха. Нужно поставить, где циркулирует воздух. И тогда аромат будет максимально распространяться по комнате. Ну и повторюсь, что упаковка у диффузора на высшем уровне идеально подойдет для подарка. Сейчас самая пора закупаться подарками родственникам, друзьям, коллегам. Присмотрите. Ссылка под видео в описании. Дальше. Женская футболка. Для меня уже много раз от этого бренда брала футболки и лонгсливы. Вот так называется этот бренд. Не буду произносить, потому что боюсь неправильно сказать. И меня часто распинают в комментариях за это. Это не главное. Главное, что это потрясающего качества трикотажные вещи женские по приемлемой цене. Носятся великолепно. Садятся отлично. После стирки многоразовых стирок выглядят как новые. Футболки базовые. Они отлично садятся как нижним слоем. Но тогда нужно взять чуть меньше размер, чем вы носите. Так и как самостоятельная одежда. Подходит под все. Под юбки, под джинсы, под брюки. Качество материала трикотажа и качество пошива на высоте. Однажды я, как обычно, ходила по просторам в Альберес. И заказала в итоге одну футболку. Самая первая моя футболка от этого бренда была бежевого цвета. Это было, наверное, года три назад. Я до сих пор ее ношу. Это моя уже четвертая футболка. А также у меня есть два лонгслива. Цветовая гамма у них такая, знаете, оттеночная. Очень приятные оттенки каких-то основных цветов. Всем, кто ищет качественные недорогие футболки, это моя рекомендация. Следующая покупка это пиджак женский. Взяли для дочери. Будет носить его в школу. Бренд, вы сейчас его видите, сову. Размер взяли XS. И сел он на нее просто потрясающе. Чуть позже вы увидите. Она примерит его для вас, для наглядности. Качество меня очень порадовало. Ну, действительно, очень хорошая сама ткань. В составе которой, кстати, хлопок, шерсть и полиэстер. И пошив. Все идеально, ровненько. Никакой ни одной нигде ниточки. Ну, вообще, классное качество. Пиджак классического кроя. С подплечниками. Двубортный. Удлиненный. С полноценными карманами. То есть, это не обманка. С подкладом. Застегивается на две пуговицы. И смотрится просто потрясающе. Мы выбрали черного цвета. Ну, потому что для школы. А вообще, черный пиджак это базовая вещь. Это универсальная вещь, которую можно носить везде. И в пир, и в мир. И каждый день на работу. И можно одеть даже верхним слоем на какой-то платье в пайетках. И получится праздничный образ. А вообще, на странице у продавца представлено огромное количество разных оттенков пиджака. Это и мягкие оттенки, нюдовые. И более темные, строгие. Если вы в поиске классического качественного жакета, проходите по ссылке. Выбирайте для себя. Нам очень понравился. Дальше куртка. Эту куртку я купила для себя. Хочется сказать, наконец-то я подобрала куртку, которая мне понравилась. Мне нужна была куртка вот такой длины. Чтобы она была и не длинная, но и не совсем короткая. Удобная при езде в автомобиле в том числе. И это восьмая куртка. Представляете себе, что я на протяжении где-то полутора месяцев заказывала разные куртки. И они все мне не нравились. Либо внешне мне не нравились. Либо оттенок вообще не тот, который я видела на картинке на странице Валберес. Либо верхняя ткань ужасная. Этого тоже, к сожалению, не видно и непонятно на картинках. Либо она сидит на мне ужасно, как мешок. Хотя, конечно же, я внимательно рассматриваю все картинки и предложенные продавцом, и фотографии в отзывах, если они есть. Но, конечно же, все индивидуально. И каждая вещь на кого-то садится хорошо, а на кого-то не очень. В общем, не знаю. Либо мне так не везло, и я неправильно изначально выбирала модели. Либо какое-то совпадение. Ну и, наконец-то, мне эта куртка очень понравилась. Ну и, конечно же, я ее себе взяла. Это утепленная стеганая куртка. Она однотонная, только небольшая надпись сзади на воротнике. Цвет у нее голубой. Ну вот такой вы видите, какой красивый голубой оттенок. Длина хорошая, то, что мне и хотелось. Еле-еле прикрывает попу. Верх куртки качественный, такой приятный на ощупь. Фурнитура отличная, замок двойной. И еще такая в виде изюминки у нее высокий, такой набитый воротник. С двумя крупными пуговицами, обшитыми тем же материалом, из которого выполнена куртка. Модель куртки оверсайз, но такой в меру. И сама она чуть зауженная к низу. Еще мне понравилась линия плеча, такая чуть-чуть спущенная. Ну и сейчас я вам покажу, как воротник выглядит в застегнутом виде. Ну и как вообще выглядит в общем. Куртка на мне с застегнутым воротником. На мне размер M, а вообще размерный ряд от 42-го XS до 48-го L. Брала я ее за 5900 рублей. А сейчас, когда вот озвучиваю и мне нужно найти ссылку на нее, я увидела, что ее цена снизилась до 5300. Так что, если она вам понравилась, поспешите заказать. Продавец предлагает эту куртку всего в двух цветах, как у меня голубой и синий. Очень красивый глубокий синий цвет. Конечно, вживую я ее не видела, но на картинке страницы Valberis выглядит круто. Ссылку на нее оставлю под видео в описании. Дальше взяла лак для волос от Vella. Он прямо продается вот так, два флакона в наборчике. Так дешевле. Ну и я много раз смотрела в Магнит Косметик, в других магазинах дороже намного. Чем мне удалось купить вот в таком наборчике на Valberis. Хоть мы им и редко пользуемся, но иногда все равно как бы в использовании. И особенно у меня дочь ходит на танцы, когда у них выступление, то там, конечно, большой расход. Купила я его за хорошую цену, за 569 рублей, за два штуки. Дальше. Обновила в санузле, в основном в санузле, там где мы умываемся, чистим зубы, стаканчик для зубных щеток и пасты. Он керамический, обычный, без никаких выкрутасов. Здесь небольшой такой скос сверху. Он достаточно маленький, компактный, но в принципе все туда у меня поместилось, что необходимо. Я сначала хотела купить набор, где дозатор и стакан для зубных щеток. Но потом свой хорошо отмыла во время генеральной уборки и решила, что зачем я буду тратить деньги. Он и так пока неплох. Ну и постаралась к нему найти пару. Почему-то на камере он выглядит чуть-чуть другого оттенка. В жизни они абсолютно не отличаются. Такое бывает. Камера иногда показывает вещи немного по-другому, скажем так, в других оттенках. Так и здесь. Я на самом деле не видела этого, а только когда стала монтировать, обратила внимание. Ну вот такой у меня обзор был сегодня. Я надеюсь, вам было интересно. Вы досмотрели это видео до конца. Вам что-нибудь приглянулось. Все ссылки на товары из сегодняшнего видео вы можете найти, как всегда, в описании. Кто еще не подписался, приглашаю подписаться на мой канал. И, пожалуйста, поставьте мне лайк. Напишите любой в комментарии. Поддержку меня и моего канала. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. И мы с вами очень скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok